Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре, можно сказать, совершенно новый класс наушников, основанный на 13-миллиметровом динамическом драйвере, внутри которого встроили 9-слойный пьезоэлектрический блок. То есть вроде как и гибриды, но и излучатель по факту один. Однако, на этом магия данной модели не заканчивается. То, что у них получилось в плане звука, это вообще отдельная история, которой мы сегодня с вами и коснемся. Собственно, поехали! Пришли наушники в небольшой такой картонной коробке с наименованием моделей и полным списком технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим наличие динамического 13-миллиметрового драйвера с пьезомодулем, чувствительность 108 дБ и импеданс равный 32 Ом. В комплекте находим небольшую инструкцию по эксплуатации, плотный серый бокс из кожзаменителя, щеточку для ухода за наушниками, два набора силиконовых амбушюр разного цвета и диаметра отверстия. Кабель здесь плотный, витой, с гибкими заушинами из термоусадки, соединением на вилочках 0,78 мм и прямым металлическим штекером. В моем случае это балансный пентакон на 4,4 мм, но можно было выбрать и классический джек на 3,5 мм. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,0180 Ом, что очень даже неплохой результат. Основная часть чашечек выполнена из качественной смолы с тремя отверстиями для компенсации динамического драйвера. Звуковод по размеру средний, полностью металлический, как собственная внешняя часть наушников. Оформили ее, стоит признать, очень здорово, с позолоченной окантовкой, стильным шрифтом и имитацией камня внутри крохотных букв О и Q. Дизайнеры постарались на славу. Села мне модель чудесно, причем насадки подошли из каждого набора. Вот так вот, друзья, это и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, незначительное расхождение между левым и правым каналом и искажения в пике достигающие 0,4%, что просто волшебно. Фаза ведет себя вполне предсказуемо, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то в 78 и 96 мс, причем практически без возмущений. Разница между амбушюрами присутствует, однако разброс в пределах погрешности. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5 дБ с плавным заходом на середину, практически хармоновская по размаху выделение области разборчивости и сдвоенный пик с центром на 8 кГц для усиления резкости звучания. Есть здесь конечно еще пара пиков, однако они серьезно так утоплены, от чего особого интереса не представляют. В сравнении с графиком от производителей мой совпал, но практически идеально с погрешностью частот выше 12 кГц. Звучание BQA Tapas я бы определил как очень сочное, выразительное и просто сверх музыкальное. Без особого упора в микронюансы, разборчивость или же техничность. Да, герои обзора явно не про скорость, зато всякие мелодичные жанры им даются ну просто шикарно. Так что аж дух захватывает. Баса здесь более чем достаточно, причем как по уровню и глубине, так и по текстурам. Серединка жирная, объемная. Для всякой около джазовой или же другой акустической музыки ну прямо конфетка. А вот с верхами производитель, видимо, решил не заморачиваться. Они хотя и хорошо ощущаются, но словно отведены на второй план. Есть в том конечно свой лоск, резкие удары перкуссии не бьют по ушам, но при этом всяческие затухания, например струнных инструментов, не так осязаемы как в T-Audio Elixir или BGVP Tank Character. Думаю, дело в особенностях использованного здесь пьезоэлектрического драйвера, который до конца таки не удалось приручить. Стилистически я уже обозначил, лучше всего наушникам подходит что-то не сильно требовательное к разборчивости и прорисовке нюансов. Музыкальное полотно строится скорее широкими мазками, а сами образы большие и цельные. Естественным я такой звук назвать не могу, все-таки слишком уж он насыщенный. Однако на слух это просто невероятно эффектно, присутствует даже ощущение живого исполнения, которое собственно и сглаживает недостаток в четкости. То есть при всех своих особенностях ощущения от прослушивания исключительно позитивные. Гонял в них металл, разнообразную электронику, джаз, блюз, соул и конечно оркестровую музыку, где к слову отметил просто превосходную прорисовку в глубину. С достаточным количеством воздуха, хорошим позиционированием инструментов в пространстве и качеством их отрисовки. Мне даже показалось, что чем музыка в акустическом смысле сложнее, тем лучше она дается героям обзора. В сравнениях с конкурентами T-Audio и Elixir кажутся куда нейтральнее, суше, с лучшей проработкой тембров, но меньшей массой и практически никакой эффектностью. BGP Tank Character не менее сочные и объемные, но тоже заметно тоньше на середине и с еще большим уходом в детали. На мой субъективный взгляд, это модели примерно одного уровня, просто настроены под несколько отличающиеся вкусовые пристрастия. Topaz выберут те, кто любит жир, сок и драйв. Здесь нет, как в Tank Character, легкого смещения в светлую сторону, но и притемненными я бы их тоже не назвал. По мне так они превосходно сбалансированы в плане частот, отчего нет глухоты, свойственной темным моделям и излишней звонкости, как у светлых. По источникам, очевидно, лучше подбирать что-то максимально техничное или нейтральное. Сочности, выразительности и мелодичности наушники сами насыпят с запасом. А вот добавочная четкость и проработка нюансов окажутся в самый раз. Я, прежде всего, оценил их на своей стационарной связке из САПа SMSL DO100 и усилителя для наушников HO100. Хотя и мобильные девайсы с соответствующим характером тоже будут подстать. Для примера можно привести Moonriver 2 или тот же X-DOO Link 2. Тут правило одно, чем техничнее, тем лучше. Меня же они зацепили своей невероятной эффектностью. Здесь реально можно словить тот самый вау-эффект эмоциональностью и просто поразительной глубиной звучания. Эликсир звучат, конечно, подробнее, но там нет того объема, массы и сочности. Благодаря чему все вокальное притягивает аж до магнетизма. Музыкантам в качестве профессионального инструмента я бы их советовать, наверное, не стал не тот уровень разборчивости. А вот для получения аудиального удовольствия самое то. Для джаза прямо очень хорошо. Любовь на продажу от Lady Gaga совершенно бесподобно, как и восточный бас от Garcia Fons. Но особо рьяным металлистам я бы рекомендовал посмотреть на что-то еще. Можно, но, на мой взгляд, не так внушительно. В дополнение проверил влияние на звук комплектных насадок. В серых, как по мне, наушники звучат элегантнее, мелодичнее и немного резче. В то время как полностью черные, чуть попроще, грубее, но гораздо естественнее. Все же сторонние амбушюры, включая KBR 0.7, звук только портили, отчего не надо ничего изобретать. Производитель изначально позаботился и подобрал хорошую рабочую связку, так что распаковал и сразу можно пользоваться. Итогом, внутриканальные наушники BQA Stopaz порадовали меня прежде всего своим внешним видом, удобной посадкой, качеством комплектного кабеля и амбушюр, а также своим просто сверх эмоциональным, сочным и объемным звучанием. Да, модель не особо сильна в проработке нюансов, отчего всякие сверхскоростные и тяжелые жанры здесь мне показались не особо к месту. А вот что-то джазовое, оркестровое, электронное или же старый добрый рок вообще невозможно оторваться. Очень эффектно звучат. Не зря они все-таки придумали этот эксперимент со скрещиванием классического динамика и пьезоэлектрического блока. По верхам чуток не дожали, можно было бы их еще немного выделить, но там, вероятно, сыграла физика излучателя. А так, отличные в свою цену наушники точно стоят вашего внимания. А на этом у меня все. Это были композитные наушники BQA Stopaz. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok